Всем привет! У меня сегодня на завтрак шоколадный круассан с арахисовой пастой и клубникой. Очень полезно, всем рекомендую. Я уже написала, говорит, выходи, попьем что-нибудь холодненького, скупим продукты на неделю какие-нибудь. У нас, в принципе, много чего есть, но, тем не менее, нужно что-то докупить. И вот, потом вернемся домой, он еще поработает. Я, наверное, что-то приготовлю, потому что как-то есть особо дома нечего. И потом еще, наверное, выйдем гулять. Оно прям очень жарко. То есть день еще не раскачался толком, а уже подпекает знатно. Я вообще думаю, может реально ходить нужно чаще в рубашках, закрывать тело, потому что... Ой! Когда тело открытое, вот я в топах часто хожу, да, солнце прям жарит руки, плечи, мне кажется, от этого еще жарче. Если ты ходишь в каких-то там рубашках из натуральных тканей легких, тогда, может быть, даже не так жарко. Ну, как в пустыне, знаете, бедуины. Они же не ходят с открытым телом. Боже! Иде! Звезда канала. Небось, грязный кошмар после футбола. Что ты закрываешься? Кукусик. Как пограли? Не спрашивай. Чего? Я был полуживой. Я так живой, но не живой. Закидывай, да. Ага. Как ты пьешь? Как-то пью. Спасибо за искакалок без сахара. Не надо три пакетика, это уже слишком. Фу. Нормально, это уже нормально. Ты не пробовал его без сахара. Идем. Так, ребята, быстрый обзор покупок. Классная бумага. Ничего интересного. Тут Леша в АТБ себе набрал завтраков. Кстати, вот эта гранола намного дешевле в АТБ. Гранола, потом вот эти блесневшие, которые были. Хлофья, еще гранола. Так, дальше у нас здесь два авокадо. Я купила такую булечку одну попробовать. Хочу на завтрак с сыром, с маслом. Что-то такое сделать. Там такую зелень взяли. Я, кстати, эту зелень не люблю. Я люблю больше руколу, шпинат. Но рукола еще есть, поэтому взяли. Вот такой сыр очень классный. Хохлый творожный. Для всяких там бутербродиков. Леша, что-то набрал завтраков, как не в себя. Ляньте. Еще вот такой взял в судьбу. Одна луковица, да. Это мне сегодня на готовку. Лимон. Леша чай с лимоном пьет. Я не пью с лимоном. Не добавляю. Мне просто лень покупать. И все такое витаминный пучок взяла. Мне на готовку тоже сейчас нужно будет. Бананчики. А потом кефир, Леша, на завтраке. Сливки взяла в упаковку. 15%. Думаю, самая такая нормальная жирность для готовки. Вот это очень классная бездрожжевая чайбата с высивками в сельпо. Прям мягкая-мягкая и очень-очень вкусная. Потом еще тут мы взяли немного розового винограда. Совсем чуть-чуть. Это имбирь. Опять же, Леша для чая. Человек не должен никогда болеть, судя по всему. Вот эту курицу я уже вам показывала и говорила, что возьму не раз. Еще. Потому что это очень вкусно. Очень удобно. Прям вообще обалденно. Классный маринад. Она полностью готова к тому, чтобы ее закинуть в духовку и забыть про нее на часик. И вкусный ужин готов. И не на один день. Так, это пакетик чек. Сельпо у нас 908. Тут мы кое-что купили для маняхи, как вы видите. Вот такой прикольный рюкзак с пластиковым прозрачным покрытием. Вот эта его штука. Я как-то давно видела такой рюкзак. Я еще вам снимала так мельком девочку с этим рюкзаком и с кошкой внутри. Мне эта тема настолько понравилась. Это же так прикольно. Посадить кошку в рюкзак, положить ее в соседние карманчики, корм, игрушки, что-нибудь, не знаю, с собой. И пойти с ней на прогулку. Я знаю, что Мона у нас это все не любит. Мы уже один раз выходили. Она там из Интенея обрыгалась. И все на свете с ней случилось. И когда мы к ветеринару ходили, у нее тоже стресс. Но мы еще попробуем с этим рюкзаком. Если вообще не пойдет, я его потом просто продам. Примерно по той же цене, что мы и купили. Ну, чтобы она просто не валялась. Жалко же. Другие коты, наоборот, любят на улицу. Выходите. Это прям так прикольно. Знаете, кот на показ. Можно демонстрировать свою кошку. И она себе сидит, смотрит на улицу. И не внизу, а на уровне с вами. И там вот дырочки для воздуха есть. То есть вообще очень-очень прикольно. Еще мы купили пластырь. Там нет для ног. Потом купили наполнитель для маняхи. Я как раз сейчас досыплю, а то у нее мало. Леша какие-то станки взял. И он еще купил переноску себе в Авроре. На трех эту. Короче, тройную переноску. Вот, ему для работы нужно. Мон, не хочешь залезть? А? Садись. Ля прикол. Сядешь? В рюкзачок. Я бы очень не хотела, конечно, чтобы ей эта тема понравилась. Но она просто у нас такая капец капризура. Она выходит, начинает ныть на всю улицу. Ее начинает тошнить. Начинает вот это вот все. Ну, почему она такая? Я же, наоборот, ей как лучше хочу, чтобы она вот там на природку посмотрела, на травку, может, где-то пощипала, птичек посмотрела. Это же интересно. Она же скучает все равно дома иногда. И сидит так в окно смотрит. Ну, то есть ей интересно. Ну, посмотрим, попробуем. Попытка не пытка, да, Манях? Да. Куда? Тут прикольно. Смотрите, как прикольно открывается. Да. Вот бы получилось с ней хоть чуть-чуть так погулять, да? Это же ей интересно. Она же будет сидеть и смотреть. Может быть, если она будет сидеть и смотреть на улицу через такую штуку, ей будет не так грустно, как в переноске через сетку смотреть. Только не нравится, что это вот пластик этот какой-то. Там она хорошо хоть видит? Она хорошо видит, это все уже шерстью. Капец, это шерсть. Ты можешь выходить, понимаешь? А ей пока нравится, видимо, там сидеть. Да. Знаешь, это самое главное. Конечно, мы какие-то живодеры получаются. Ну, мы хотим как лучше, да? Хотим еще раз попробовать. Если уж совсем нет, значит нет. Да не зови ты ее по сто тысяч раз, ты ее только раздрежаешь. Своим кис-кис, кис-кис, Монг кис-кис. Я тут, я тут. Ну, все. А ей интересно все равно. Ну, что я ничего не делаю. Вам цветочки дашь понюхать? Нет? Пойдем цветочки нюхать, смотри. Кис-кис. Монг. Всем девочкам нужны цветочки. Цветочки. Понюхать, будешь цветочки? Нет. Я весь нос в сердце. Это я еле очухался от нее опять. Видишь, сейчас будем чухаться дома. Я ее на руках таскала чуть-чуть. Ей очень интересно. Мне очень хочется на землю, но я ее когда пустила на землю, она как шизанутая на картах побежала, побежала. Вот туда чуть не запрыгнула. Вот туда. Подвал. Да. Так что, как бы я даже не знаю. Но ей интересно. Тебе же интересно. Ну да, видишь, у нее рот не открыт. Она когда мне лечит, у нее открыт. А, помнишь, я уже и забыла, когда ты ее не лечит. Да, ей просто очень интересно. Так уж уж и места мало. Боже, что такое? Видишь, вылезти хочет. Ну конечно вылезти, а потом ты побежишь куда-то. Вона. Ну как ты? Все. А мы привыкли, короче. Вона там стоя стоит. На двух лапах, двумя лапами на Диану облокотилась. Что-то я, знаете, загулялась, загулялась и забыла о том, что как бы видео снимать надо. Мы с Лешей просто поехали под дождем. У нас сегодня полдня дождя. В Ашан, в Сетимол. Там просто есть несколько магазинов с техникой. Apple. Мы смотрели айфоны. Смотрели 14-й Pro. Ну потому что я планирую брать именно его. Смотрели сколько стоит и какое количество платежей какой магазин дает. Самое выгодное предложение от Comfy. Там можно взять, получается, на 10 платежей айфон. И платить нужно будет где-то сколько? Ну это типа просто оплата частями от привата. Потому что в яблоке нам начали задвигать, что без процентов уже никто не делает. А там делают рядом, в соседнем магазине. На самом деле делают, я же смотрела. Ну он типа такой, как тебе нужен, стоит 52. Ну 10 платежей. Все. По 5200. То есть это как бы не ударит по бюджету. Это нормально. То есть ты берешь и айкон уже последний, грубо говоря, и платишь как бы не в ущерб себе. Ну дорогенько, конечно. Я же говорю, я не планировала, но... Планировала? Нет. Что ты? Не ты думала об этом? Вот сейчас, когда вот это вот случилось со страничкой моей рабочей, я поняла, что вот, наверное, уже надо. Еще до работы ты думала, мы с тобой общались. Ну я, ты знаешь, сколько я не хотела. Плюс я вообще не умела пользоваться айфонами. Вот дундук, что называется. Я даже не могу его разблокировать. Ты же не глупый человек. Не глупый, я разберусь, но просто, знаешь, перейти с андроида на вот эту всю тему... Поверь, с Apple перейти на андроид сложнее. Да? А с андроидом это... В андроиде вообще ничего сложного. Еще раз. Просто это было не такое замороченное. Там типа только то, что нужно, конкретно нужно. Ну все. Пахнет, да, кажется? А, извините. Мы просто... Извините, мы просто очень голодные. Мы с Лешей долго думали, где мы что будем есть. Сначала мы думали, купим что-то в Ашане. Там ничего нет, все очень печально. Потом подходим к Франсуа. Там тоже практически ничего нет. Леша ничего там не хотел. Я думала, может, хот-дох. Но потом как-то решили пойти в шашлык-маркет. Заходим туда. Там, во-первых, нельзя сесть. Мы решили, что зачем брать с собой аж там, когда у нас есть шашлычное на песках. Типа приедем на пески, там себе... О, шашлык закупим себе что-нибудь там. Мы заказали шашлык. Леша взял свой двойной шаурмон. Ее очень хотел. И там сыр на мангале. Нам 400 с чем-то это все вышло. Я вам дома покажу. Вот. Потом мы еще зашли в Апельмон. Что-то докупили. Я кофе взяла в кофе-арт. Именно флет мне очень нравится. Что? А, макаронс? Лучше. Макаронс по 13 гривен в Апельмоне. Мы, честно говоря, не знаем, какие они будут, но 13 гривен штука. Если вкусно, я зарпаду килограмм возьму. Ну да, потому что это очень выгодно. На таких цен нигде нет на это десерт. А еще мы в Ашане когда зашли, Леша тоже голодный, взял пачку эклеров, ой, этих профитролей. Что, мы еще Путина взяли, да? Путина. И все. Набрали прям. Не, но мы там взяли Путинах, эклеры. Потом мы зашли в магазинчик с овощами, фруктами. Ну ты покажешь сейчас. Я к тому, что мы и там скупились. В Апельмоне еще что-то купили, какую-то фигню. Люди просто голодные выехали в город. Ну типа нельзя так делать. Не делать так, как мы. Можно сиденье оставить на еду просто. Мне вот интересно, что там Мона сейчас. Она когда мы пришли домой, ну как бы, знаете, нормально себя вела, не жаловалась, ложилась везде, там полежала, тут полежала. Леша говорит, наверное, просто землю под ногами почувствовала. Кайфанула от этого. Но я выгодила бы с ней так почаще. Хорошая покупка. Может быть, даже у нас с ней все получится. Так, мы купили в Апельмоне творог. Кстати, смотрю, от Злагоды тоже мелко, зернистый. Мне такое нравится. Нашли сырки именно в Апельмоне тоже. В коробке. Ну что сказать? Ну скажи, что... Ну ты же говорил, что ты лично покупал сырки в коробке. Я лично видел их. Ну видел. Прихуха. Нет. Богодухевский мобзавод. Вот. Взяли такие сырки в коробке, 6 штук. Скоро будет попробовать. Потом Леша себе взял... Ну что это? Я тебе слава лучка закину. Спасибо, да, я люблю. Это правда без сахара кола, да? Да. Потому что взял себе колу без сахара. Поверь, если ты почитаешь состав, в коле сахар это не самое страшное. Ну конечно. В коле страшное сама кола. Клубника, которую мы купили в магазинчике отдельном. Так это там вода была у Леши. А, вот этот пудинг для... Леша что-то сказал, что пудинг для дедушек и бабушек десерт. Ну это же в этих американских клиниках. Так вот, не господи, клиниках. Это у меня уже клиника. В домах престарелых? Да, да. Ну знаешь, это очень даже неплохо. Там вообще, если посмотреть по фильмам, какие там дома престарелых... Сливы Леша взял, попробовать какие-то красивые. Еще мы взяли... А, вот эти шпрофитроли Леша взял. Блин, мы там немножко помяли, Леша. Сейчас, секундочку. Что-то не... Ну там щедрые ребята. Горох еще Леша себе молодой взял. Ну горох стоит... Сколько? Я даже не хочу вспоминать. Вот это вот на 50-60 гривен. Ну можно попробовать на самом деле. Просто мы хотели... Ну как хотели. Мы увидели черешню в том магазинчике. Мы спросили, сколько она стоит. Она 700 гривен в килограмм. Мы к ней присмотрелись. Она вообще какая-то вся помятая, непонятная. Ой, она... Нарезать вот эту вот просто, да, наверное? Ну да. А что ты тут тарелку мне взял страшно? Вот эти тарелки мне уже не нравятся. Вот... Так, них я хочу со временем избавиться. Там же целый набор. Но знаешь, что я их храню? Только потому, что если гости придут, чтобы одинаковые... Это были мамы. Их нельзя выказать. Ну что теперь хранить их всю жизнь? Что они мамины? Острые, наверное. А откуда это интересно? Красивый, да, сэр? Ну да. А ты видел второй, какой был большой? Да, ну ты че. Это этот больше 300 грамм. Ты зачем такой, да, большой кусок, блин? Давай я его не садежу. Еще на завтрак останется. Ну я же тоже люблю, наверное. Нет, ты будешь свою двойную швурму. Она действительно большая, слышишь? Она выглядит очень как маленькая, на самом деле. Нифига себе маленькая. Ты шо, две мои ладони. Садись кушать. Сейчас будем есть кувнику. Буду пробовать пудинг. Я вообще пудинг люблю, но я не помню, когда я его последний раз покупала. Что Леша на него обратил внимание? Что-нибудь посмотрим. Теперь мы будем сегодня пораньше ложиться, потому что завтра начинается рабочая неделя. И у него, и у меня. Завтра уже планирую брать айфон. Короче, попала я в секту. Ну что поделать? Времена меняются, и надо что-то новое пробовать. Посмотрим. Может быть, мне очень понравится. Может, мне будет очень комфортно. Я подумаю, что, боже. Как мне папа говорит, ты 26 лет прожила зря без айфона. Он же просто, ну, любит айфон и любит технику Apple. У него макбук, у него часы. Ну, короче, они с Кариной вообще на одной волне. В этом плане у мамыш айфон. То есть в семье, грубо говоря, именно в нашей. Что? У вас на Samsung часы. А, часы Samsung. Точно. Извини, я забыла. Ну, мы просто дарили часы Samsung. В общем, вся моя семья, именно родители и сестра, они все на айфонах. Одна я была с Samsung, вот. Мы всегда спорили, короче. Ладно, друзья, всем пока. Берегите себя. Желаю вам хорошей недели. В общем, до встречи. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok